Нам подключает Сергей Марков, директор Института политических исследований. Господин Марков, добрый день. Добрый день. Вот несколько месяцев армянская сторона пыталась, как мы видели, всячески препятствовать возобновлению транспортного сообщения между Баку и Ханкэнди по Агдамской дороге. Но опять же, несмотря на все проблемы и провокации, которые сходили со стороны Армении, то есть мы видим сейчас позитивный шаг и важный прогресс по открытию этой дороги. Вот опять же, несмотря на все договоренности, как мы понимаем, определенные силы все еще продолжают препятствовать их осуществлению. Вот кому это выгодно? Ну, знаете, надо сказать, что есть позиция в целом армянского общества, которая заключается в том, что они так не согласны пока признать в полном объеме, что Карабах — это Азербайджан. Они готовы признать это юридически, но фактически, хотели бы, чтобы суверенитет Азербайджана был ограничен на этой территории, прежде всего тем, что была зафиксирована автономия, причем на автономии была особо зависима. Создана структура. Алло. Да-да, господин Марков, вас слышим. Там зависело что-то такое, да? Да, да. Я перезагрузил. То есть армянское общество не вполне готово признать в полном объеме суверенитет Азербайджана над Карабахом, и хотелось бы, чтобы, значит, какие-то международные организации частично ограничивали суверенитет Азербайджана и были гарантами безопасности армянской общины Карабаха. Вот это главное, так сказать, их препятствие. Из-за этого они не хотят, сейчас вот не хотели пускать вот эти транспорт открывать из Агдама, потому что они не хотят, чтобы снабжение Карабаха шло из Азербайджана. Кроме того, вот сейчас требований Азербайджана у меня нет, уверен, что они ему будут соответствовать. Требования Азербайджана в том, чтобы все грузы, которые пойдут по открытию Алла-Чинской дороги, чтобы они оформлялись как грузы, идущие именно в Азербайджан, то есть таможены, таможенники там должны стоять, там штампики соответствующие ставятся, они должны азербайджанским таможенникам все это показывать. Я не уверен, что они будут готовы сейчас к этому. И я думаю, что в какой-то мере вот этот как бы искусственный спектакль такой, связанный с искусственным формированием этого кризиса гуманитарного, чтобы, я думаю, что он продолжится с их стороны. Ну, кроме того, есть вторая вещь, кроме Армянского общества, есть Пашинян. План Пашинян, я думаю, такой. Значит, он главной своей миссией считает оторвать Армению от России. Для этого он придумал такой план, что он будет, значит, провоцировать Азербайджан, чтобы Азербайджан, который ввел спокойно свои войска Карабаха, забрал себе Карабах. Тогда будет полная, значит, фрустрация армянского общества. Пашинян обвинит во всем этом Россию и в условиях вот этого фрустрации армянского общества круто развернет Армению от союзников к России к союзникам врага, врагов России, лица Франции, США пригласит на постоянной основе, я думаю, французские войска, какие-то натовские войска, американские, может быть, войска пригласит. А во всем этом винит Россию. Вот такой план Пашиняна. Но получится или нет, мы не знаем. Вообще, я думаю, что может быть логично для России даже приостановить тогда действие договора ДКБ в отношении Армении. Если руководство Армении будет вести себя враждебно по отношению к ДКБ, например, приглашение американских войск сейчас на территорию Армении для учений, это безусловно враждебный акт по отношению России и ДКБ, может быть, тогда ДКБ может временно приостановить свое действие. И тогда не исключено, что Армения может не только полностью, но всегда потерять Карабаха, но потерять и Зангизу. Господин Марков, вот как вы отметили, искусственный спектакль, да, который создается армянской стороной. Вот мы знаем, что в то же время направленный Азербайджанским обществом Красного полумесяца колонна также, да, из двух грузовиков с продовольственным грузом все еще находится на дороге Агдам-Ханкен-Дзил, посла российских миротворцев. Вот говоря об этом, вот как долго все-таки будет создаваться вот эти искусственные препятствия и что еще должен, ну, сделать Баку, чтобы все-таки Армения в конце концов поняла, что этот вопрос уже должен быть решен. Вы знаете, пока мы видим, что вот российские грузы прошли через эту дорогу, значит, то есть пытаются лавировать, но еще второе препятствие является то, что я думаю, что Армения не захочет, чтобы грузы через Лачинский договор, Лачинскую дорогу шли с полным таможенным оформлением по правилам Азербайджанской республики. Если это так, то это значит, что криз этот будет продолжаться. Мне кажется, что Пашинян, он как бы провоцирует Азербайджан в надведении войск в Карабах. И если это произойдет, тогда-то он совершит свою историческую миссию, полный разрыв в отношении с Россией, переход на Запад. Это, между большим, такая вот трагическая история, что ли, для армянского политического стиля. Мы помним, что, предположим, армяне хорошо жили в рамках Османской империи, а когда Османская империя оказалась накануне кризиса, они как бы подняли там восстание и продавались аж две армении, одну на севере, другую на юге создать. Мы видели, когда Российская империя оказалась на пороге кризиса. То же самое, именно Дашнаки были одним из первых, кто нанесли удар в спину Российской империи. Мы видим, что когда Советская империя оказалась в кризисе, именно вот этот комитет Карабах был первым, кто нанес сильнейший удар по советской государственности, что привело к распаду великой советской цивилизации. И сейчас мы видим, что поскольку Россия оказалась в кризисе, Никол Пашинян своим кривым ножом замахнулся, чтобы нанести удар в спину. Здесь же не только приглашение американских войск, здесь вот этот римский статут Международного колодного суда. Это прямое оскорбление в отношении Владимира Путина. И многие другие действия такие были сделаны откровенно. Они откровенно провоцируют и ждут, пока же Россию ударят кулаком по столу. И вот они используют энергию этого удара кулаком по столу для того, чтобы превратить ее в энергию отрыва Армении от России. Спасибо. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Напомню, директор Института политических исследований Сергей Марков к нам подключался. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...